Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как в этом году будет организован летний отдых? Какие варианты детям предлагает городской департамент образования? Об этом мы говорим сегодня в нашей студии консультант департамента образования Самары Елена Павлова. Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте, Татьяна. Но сначала я попрошу вас перечислить варианты отдыха, которыми могут школьники воспользоваться в летний сезон. Наверное, они традиционно из года в год повторяются. Все-таки что это за возможности, за варианты? Да, безусловно, организация детского отдыха – очень важное направление в работе департамента образования. И в 2016 году, это не стало исключением, департаментом образования предусматривается ряд форм организации детского отдыха. И, безусловно, такое масштабное направление деятельности требует больших бюджетных вливаний, субсидий. Несмотря на непростой экономический период, финансовый период, традиционно в полном объеме департаментом образования предусмотрены все эти направления, которыми мы традиционно занимаемся. В 2016 году объем бюджетных субсидий на организацию детского отдыха по отрасли образования составляет более 150 миллионов рублей. Это вливание позволяет нам организовывать те формы, которые были традиционными, и лагеря загородные, и лагеря с длинным пребыванием детей. И сделать этот отдых для жителей, для детей абсолютно бесплатным. И также повысить качество. Надо об этом тоже говорить, услуг, потому что часть вот этих субсидий, она ежегодно традиционно тратится на повышение уровня материально-технической базы, лагерей. Веяние нашего времени заставляет нас развиваться, и мы стараемся шагать много со временем. Ну, что касается форм детского отдыха, наверное, я по порядку так скажу вкратце о том, что департаментом образования организуется в 2016 году на базе наших семи загородных лагерей 44 профильные смены. Эти смены очень различной направленности. Традиционно мы организуем спортивные смены, художественно-эстетического цикла смены, смены этнокультурные, межнациональные. То есть спектр этих смен очень различен, охватывает все направления дополнительного образования города Самары. Но в 2016 году также мы организуем ряд новых смен. Это смена по профессиональному самоопределению. Мы приглашаем для участия в этой смене подростков, которых хотим научить, так сказать, подходить осознанно к выбору своей будущей профессии, которых хотим психологически настроить на этот выбор. Да, потому что мы, конечно, привлекаем большое количество специалистов, психологов, педагогов к этой смене. Очень здорово, что на организацию этой смены откликнулись промышленные предприятия. То есть ориентиры уже будут на какие-то конкретные профессии? Не просто так в общем, что нужно выбирать и как это делать, а конкретно? Да, в рамках этой смены мы ставили, прежде всего, задачу, конечно, на среднее профессиональное образование, поэтому привлекли еще техникумы, колледжи, которые тоже откликнулись. Но они заинтересованы тоже. Да, заинтересованы, потому что перед ними поставлена такая задача государством, поднять вот это среднее профессиональное образование. И каждый день практически эта смена расписана с участием мастер-классов от колледжей техникумов и промышленных предприятий города. Вот это такая новая смена. Кроме того, по профессиональному самоопределению у нас еще смена будет энергии мысли, которую проводят лицей технический на базе Центра «Золотая рыбка» для будущих инженеров, так скажем, высокой элиты инженерных профессий. Да, то есть здесь вот такая тоже новая смена у нас будет. Вот. Эти смены, участие в них абсолютно бесплатное. Заформируются они по заявкам от образовательных учреждений города. Но есть также практика, сложившаяся, когда родители выходят к директору школы или учреждений дополнительного образования, спортивной школы, с предложением сформировать группу детей, обращаться в департамент образования. Естественно, мы идем на встречу. У нас 8,5 тысяч бюджетных мест за летний период. Это немало, это нормально. Вот. Мы выдерживаем это, в общем-то, ежегодно бесплатно, вот эти, квоту. И мы стараемся удовлетворить каждую потребность, подходить к этому очень рационально, разумно. И в ближайшие дни вот эта дислокация всех смен с учреждениями выйдет на сайте департамента образования. Если интересно посмотреть, какие это смены, спектр смен, то дислокация уже сейчас размещена на сайте департамента в разделе для родителей. А что нужно сделать уже сегодня и сейчас, чтобы зарезервировать это место? Потому что вы так интересно все рассказали. Наверное, желающих много, тем более, что это бесплатно. Да. Безусловно. Заявки, я еще раз повторюсь, формируются от образовательного учреждения. Они поступают в департамент образования. То есть в школе этим должны заниматься преподаватели, учителя? Да, да, да. Совершенно верно. Сообщать ученикам? Совершенно верно. Это формируется на уровне образовательного учреждения. А вот эти 7 лагерей, они недалеко от города расположены? В каких местностях? Они расположены. Знаете, что интересно? Оздоровительный. Кроме воспитательного, образовательный, оздоровительный эффект будет еще, если все-таки за пределами города? Безусловно. Значит, эти лагеря расположены в Куйбышевском районе, в Волжском районе. И один лагерь расположен на второй просеке. Это лагерь «Золотая рыбка» круглогодичного действия. Безусловно, большое внимание уделяется вопросам не только отдыха и реализации образовательных программ. Конечно, это оздоровительная компания. У каждого учреждения есть план по оздоровлению детей. И в конце каждой смены мы предоставляем отчетность по эффективности этого оздоровления. Там и взвешивание, и полноценное питание. За этим следят службы, надзорные ведомства, Роспотребнадзоры, департаменты образования потребительского рынка услуг. То есть это все находится под жестким контролем. Именно эффективность оздоровления, оздоровительных услуг, которые предоставляет департамент образования. Продолжительность смены 12-14 дней продолжать. То есть она не такая длительная, утомительная, может быть, для ребенка. Но темнее она дает такой положительный эффект. Вот вы перечислили несколько направлений тематических смен. То есть формируется, допустим, в первые 14 дней творческая бригада, команда, вторая, спортивная, третья еще какая-то. Вот так, по этим направлениям. Да, 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 совершенно верно. То есть в течение летнего периода у нас проходит 6 смен в лагере. И каждая эта смена, мы стараемся не повторять, то есть направление. То есть, например, начинает лагерь с технической смены, собирает полностью техников на своей базе. Следующие смены военно-спортивные, военно-спортивные отряды. Следующие смены экологические, юные экологи заезжают и так далее. Очень интересно, юные таланты, наверное, раскрываются и открываются. Тем более, что специалисты, наверное, экологи есть, и преподаватели таких творческих, художественных направлений. Конечно, да. То есть мы не набираем вожатых студентов. Не набираете? Нет, это преподаватели уже действующих образовательных учреждений. Они занимаются с детишками в течение всего года. И заезжая в лагерь, уже продолжают реализацию уже начатой проводимой программы. И, конечно, мы рассматриваем вот эти смены как наградные. Вот очень многие, да, ряд смен как наградные. То есть для детей, которые активные участники социальных проектов, городских мероприятий каких-то, чтобы это давало какой-то положительный еще для нас эффект вот в дальнейших наших проектах. Да, да, да. И мотивация для самих детей. Но есть еще у нас и льготная категория. Скажите, вы принимаете детей из льготных таких категорий? И куда им обращаться? Потому что это другая немножко сфера уже. Да, конечно. Это другая сфера. И это, прежде всего, льготные категории, конечно же, получают бесплатные путевки в центрах семья по месту жительства. Эта практика также продолжается. И льготное оздоровление осуществляется за счет средств бюджета Самарской области. Забронировать путевки можно на сайте Супрема. Бронирование начинается с завтрашнего дня, с 22 апреля. И контактные данные, конечно, здесь через департамент семьи, через городской. Телефон контакта можно сказать, и 332-07-64. Вот. По всем вопросам. Или выходить на сайт Супрема. Там, в общем-то, условия бронирования изложены в полном объеме. Хотелось уточнить еще возраст тех, кто может претендовать на организованный летний детский отдых. Потому что говорим детский, но там, наверное, и не совсем дети, а может быть, есть и вообще совсем маленькие. Ну, предполагая детский возраст, мы, конечно, говорим в возрасте детей от 6 до 18 лет. То есть это учащийся школа для нас, да. Если не уезжать далеко за пределы города, в лагеря, то здесь, на территории города, какие есть возможности? При школах или при дворах? Вот еще какие варианты? Конечно, да. У нас очень большой популярностью пользуются лагерязным пребыванием детей оздоровительные, которые организуются на базе образовательных учреждений, школ, учреждений дополнительного образования. В 2016 году это 170 лагерей. Общий охват 12 800 детей. Ну, мы сейчас эту цифру еще уточняем. Я думаю, что она будет близко, конечно, к 13 тысячам. Вот. Средства в бюджете тоже предусмотрены в полном объеме на организацию лагерей, на питание, на пребывание детей. И мы привлекаем бюджетные средства еще в Самарской области. Нам очень помогает Министерство образования, оплачивая стоимость набора продуктов питания детей. Конечно, когда ученик, уже не ученик, в это время идет в школу, наверное, нужно сделать что-то такое, чтобы он там уже расслабился. Не было у него вот такого отпечатка, что я иду в школу, и здесь опять вот какой-то такой прессинг немножко, да, существует. Вот чем они там занимаются, дети? Как долго в течение суток они там находятся? Какие-то программы, может быть, куда-то они выходят с территории школы? Безусловно. Вообще мы настраиваем уже на протяжении последних лет каждое образовательное учреждение на создание профильной также программы. Как мы это в загородных делах, мы пытаемся этот опыт перенести на учреждение с дневным пребыванием. То есть и ряд учреждений действительно организовывают экологические смены, формируют какие-то мероприятия интересного, уже узкой направленности, чтобы это давало тоже какой-то образовательный эффект еще. Но тем не менее, надо сказать, что это, конечно, отличается программа от обычной школы. То есть это режим пребывания оздоровительного учреждения с полноценным питанием, с калорийностью, которую требуют от нас надзорные органы. Это правильно спланированная программа экскурсионная. И уже это тоже бесплатно. Это все бесплатно, да, это бесплатно за счет бюджета. Поэтому и пользуются такой большой популярностью. И если у жителей города до сегодняшнего дня еще вопросы остались, отправить ребенка или нет, то есть это пока мы принимаем, вот до последнего никому не отказываем. То есть ребенок может прийти вот вплоть до 1 июня записаться в лагерь. И, в общем-то, у нас для этого есть все возможности. Школы. И теперь вот если даже в школу не ходить, а вот где-то около дома, во дворах тоже же есть специальные такие учреждения дополнительного образования, да, центра? Конечно, да. Там тоже можно. При центрах дополнительного образования детей и ряд школ участвуют в этой программе. Мы организуем площадки по месту жительства. Это организуется в тесной связи с администрациями внутреградских районов, с ТОСами. Планируется деятельность по месту жительства непосредственно в районе, вот во дворе домов. График площадок на сегодняшний день уточняется. В ближайшее время будет размещен на сайте Департамента образования, то есть можно будет выйти и по каждому району и адресу найти, куда ребенка определить летом, вот на какую площадку. Площадки работают в режиме, как в течение месяца можно туда, можно ее посещать, да. Либо это может быть разовое мероприятие, то есть праздники двора, например, какие-то, да, хотят жители поучаствовать со своими детьми. Там День защиты детей, там День государственного флага, День России, да, какие-то такие мероприятия государственные, да и просто посвященные там каким-то местным событиям, да, районным. Всегда можно прийти на площадку, поучаствовать, да, и просто на ней побыть, и уже ребенок занят в течение какого-то времени и получил какие-то знания, умения, и просто отдохнул, да, в течение вот какого-то периода. То есть это бесценный опыт для нас, мы его распространяем, мы контролируем за тем, что происходит у нас на площадке по месту жительства. И информация, в общем-то, открытая, ее всегда можно получить. Вопросы безопасности тоже очень волнуют родителей и в лагерях, и в школах, и даже во дворах. Вот как департамент сотрудничает с какими службами, органами, чтобы вот это все, чтобы были дети и родители спокойны в этом отношении? Да, безусловно, безопасный отдых – это первая наша задача, чего мы начинаем, над чем мы работаем, не переставая, даже несмотря на то, что это какой-то сезон, три месяца. Мы к этому готовимся в течение всего времени. На территории города действует межведомственная комиссия по организации детского отдыха, оздоровления и занятости детей. В нее включены такие службы, как Роспотребнадзор, УВД города, это отдел надзорной деятельности МЧС, пожарные службы. Это наши городские департаменты общественной безопасности, потребительского рынка и так далее. То есть это целый комплекс мероприятий, целое содружество специалистов, которые работают по этому направлению. На сегодняшний день у нас выполнены все требования по безопасному отдыху. Мы работаем с предписаниями, то есть у нас выполнены все предписания, несмотря на сложные условия и на то, что наши надзорные органы нас не щадят в этом плане. Но за это им, конечно, большое спасибо, потому что иначе по-другому нельзя. Все требования надзорных органов мы выполняем абсолютно. Система видеонаблюдения, ограждение, асфальтовое покрытие, требования к питанию, к пищеблокам. То есть пожарная безопасность, выводы на пульт один появилось у нас, такое требование, вот в последние годы мы все пульты вывели напрямую на вот этот вот телефон, экстренная служба. То есть в этом плане, конечно, у нас полный порядок, наверное, да, боюсь даже говорить, но тем не менее мы готовимся к этому. И в течение всего лета никто не расслабляется. То есть период отпусков для наших специалистов не существует в летний период, поэтому мы выезжаем в каждую смену с такой международной комиссии, мы проверяем, именно не в плане проверки, мы осуществляем методическую помощь. Да, вот я как раз и хотела обратиться к вашей вот такой обязанности консультанта. Вот в чем она заключается, быть консультантом департамента образования. Это очень как бы интересно, даже необычно, можно сказать, как вы консультируете департамент, и как вы, может быть, сравниваете в других областях, в странах даже других, как организован детский и летний отдых. Вот немножко об этом. Ну, по совместительству я еще занимаю должность секретаря межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятий детей, которые существуют при администрации города. И, конечно, вот тот большой спектр вопросов, который возникает, мимо ни одного вопроса невозможно пройти. То есть все равно каждый вопрос, он требует определенной методической подготовки, оказания помощи специалистам, руководителям образовательных учреждений. И, наверное, это интересно, потому что это дает... Видно, понимаете, интересно работать тогда, когда ты видишь плоды своей работы, то есть продукт. А как они выражаются? Как вы их чувствуете? Вот интересно, здесь все отдохнули, все разъехались, разошлись и все, кажется. Да, то есть нет, мы обязательно по итогам каждого летнего сезона проводим такой итог, подводим. Мы проводим торжественные мероприятия, на котором чествуем лучших победителей, лучших организаторов, победителей конкурса нашего городского. Это и лучшие начальники лагерей, директора здравительных учреждений, это педагоги, которые организуют мероприятия в течение всего летнего периода. И вот на этом мероприятии как раз они представляют вот те проекты, итоги вот того, что у них получилось. Да, мы видим этих детей на сцене, да, мы видим на экранах презентации этого опыта бесценного работы. Мы делимся с другими районами, да, с другими муниципальными округами на областной уже межведомственной комиссии. Безусловно, мы изучаем опыты других регионов. И проводя, допустим, на тех же базах своих открытые какие-то сборы, мы приглашаем отряды из других областей, из Саратова, из Иркутской области, из Калининграда в этом году к нам приезжают на один проект. То есть мы вот стараемся не в замкнутом круге работать, да, не в замкнутом пространстве, а вот как бы выходить. А какие критерии эффективности, вот и хорошей организации отдыха, какие они могут быть? Ну, здесь несколько показателей, конечно. Кроме статистики, которую, естественно, мы соблюдаем и ведем, и требуем, чтобы и от себя, и от людей, чтобы не меньше, чем в прошлом году мы организовали, да, отдых детей не менее, а более. То есть мы этот нарастающим стараемся работать итогом. Мы, конечно, смотрим на такой показатель, как эффективность оздоровления. Он выражается в процентном отношении, он считается службами, Роспотребнадзором, медицинскими работниками. Вот, и мы стараемся, чтобы он был всегда высокий. Ну, все-таки здоровье самое главное, да, вот на первом месте среди ваших критериев эффективности. Безусловно, да. Ну, и, конечно, воспитательно-образовательный процесс и вообще вот отдых, да, вот то, что ребенок должен отдохнуть за это время, набраться сил. Естественно, да. У нас в трех загородных лагерях есть бассейны. Мы эту работу продолжаем. Мы сейчас считаем, вот, осмечиваем бассейны. Еще в одном образовательном учреждении, оздоровительном, постараемся сделать тоже. То есть эту работу мы ведем. Вот, и так или иначе, спортивные базы, площадки. То, что нам казалось несколько лет назад даже, вот, как бы, неподъемным. Сейчас в каждом лагере у нас универсальная спортивная площадка существует. Эстрады современные мы строим, да, медицинские блоки в каждом лагере тоже обновленные. Каждый лагерь имеет медицинскую лицензию. То есть это важно, конечно. Но мы с вами не затронули еще, знаете, какой аспект? Ведь ежегодно образовательное учреждение у нас еще занимается такой формой работы, как организация участия одаренных детей в всероссийских конкурсах, фестивалях, соревнованиях и в проектах. Вот, и здесь мы тоже видим результат, потому что это первые, вторые, третьи призовые места, гран-при, которые они приводят. И вот мы наблюдаем в конце лета, да, делаем выставку вот этих достижений. Мы видим грамоты, видим красивейшие совершенно призы, которые они зарабатывают, да, они привозят, все это делится. Мы делаем выставку этих достижений наших лучших педагогов. И в этом году это не исключение. Мы также организуем поездки. Порядка 600 детей мы направляем вот в эти... А дельфийские игры не относятся к этому? Нет, дельфийские игры в этом году мы не направляем на дельфийские игры, но мы направляем на всероссийские соревнования по судоавиамоделизму, по хореографическому творчеству в Краснодарском крае. Очень много в этом году всероссийских конкурсов и фестивалей. И также хочется отметить проект, который город ведет уже с 2014 года. Это проект «Звездный десант». В летний период мы также отправляем группу детей. на космодром Байконур, на запуск ракеты-носителя. Я подумала, почему-то, что звезды к нам приезжают. Мы отправляем наши звездочки, наших техников юных, на космодром Байконур, на запуск корабля, пилотируемый. Это, оказывается, департамент образования организуется. Да, это организует департамент образования совместно с РКЦ «Прогресс». То есть это наше такое общее дело. К нам, кстати, приходили в эфир руководители центров детского творческого дополнительного образования. Не помню точно, как название. Вот они как раз рассказывали об этом проекте, что их дети с техническим направлением летали, ездили на Байконур. И впечатления просто были на всю жизнь. В этом году планируется такая большая делегация с РКЦ «Прогресс» ветеранов, потому что они отмечают 50-летие Байконурского филиала. Поэтому это будет такое большое дело, в котором ребята смогут поучаствовать благодаря поддержке администрации города. Потому что все это, конечно, для детей абсолютно нужно. Конечно, нам нужно поддерживать бренд «Самара космическая», тем более, что в этом году 55 лет первому полету человека в космос. Безусловно. И Департамент образования активно поддерживает эту тему, что очень хорошо. Вы знаете, я хотела поинтересоваться вашим личным мнением. Недавно обсуждалась такая перспектива, инициатива продлить летние каникулы практически до сентября. Уж не знаю, насколько это серьезно. Но дискуссия была, вот ваше личное отношение к этому. Так как вы занимаетесь летним отдыхом как раз вот этой темой. А на мои личные отношения только положительные к этому. Конечно, как человеку, занимающемуся детским отдыхом, мне абсолютно понятно, чем мы будем заниматься весь сентябрь. Мы можем этим заниматься круглый год. Потому что у нас столько проектов, что нам не хватает этих трех месяцев, чтобы их все реализовать. Поэтому если будет принято такое решение, то мы будем только рады. Потому что иногда кажется, что это в ущерб образовательному все-таки процессу обучения. Целый месяц отрывается из учебного года такого. Да, если получится совместить как-то не в ущерб учебному времени, то, конечно, у нас базы в сентябре еще готовы принимать. У нас и отопление есть в корпусах, и есть зимние корпуса. То есть мы готовы работать вплоть до холодов с нашими замечательными сменами. И еще раз хотелось бы уточнить, что нужно все-таки, на какое количество детей вы рассчитываете, и что нужно сегодня, сейчас предпринимать, чтобы попасть во все эти возможные... Ну, если говорить о количестве, вернуться к количеству, то я повторюсь, что загородные лагеря – это 8,5 тысяч детей. Лагеря с днём пребыванием – это порядка 13 тысяч человек. Чтобы ориентировались люди, потому что кажется, что... Ну, в каждом, конечно, районе, в каждой школе это свое количество детей. Это все можно посмотреть на сайте Департамента образования, в разе для родителей, какие возможности. И действовать можно, конечно, безусловно, через образовательное учреждение, прежде всего, подав заявку директору школы администрации. Либо обратиться в Департамент образования. Можно по нашему телефону, нашего отдела управления, 332-4879, либо телефон приёмный 332-3250. Вот если какие-то вопросы возникают, не получают, да, например, на уровне образовательного учреждения ответ, то можно всегда выйти, мы разъясним любой момент. И вот ещё тоже одна тема интересная, которой никак не могут подойти. Вот со времён, когда существовала пионерия, там, октября, это такие массовые детские организации. Сегодня вот какой, как можно представить вот массовость, вообще она существует в организационном этом или нет? Вот таких вот организаций-то нет с названиями массовых. А вот насколько действительно... Ну, на самом деле, организации, конечно, есть. И более того, у нас существует зарегистрированная общественная организация, городская лига волонтёров, волонтёров, которая ведёт... А, волонтёрская. Да, городская лига волонтёров, да, они имеют свидетельство, это общественная организация, детская организация, которая, кстати, к выраю о летнем периоде проводит две смены в этом году, то есть они уже не умещаются у нас в одну смену, она разрослась настолько, что требует, да, направление появилось столько этого волонтёрства, да, потому что дети настолько активны, да, под руководством педагогов, что уже они разделись на две смены. И порядка 600 даже детей в этом году волонтёров мы организуем в лагерях наш Харго, Заря, вот эти смены. Они едут отдыхать или свою деятельность как-то проявлять? Они едут отдыхать в том числе, конечно. Они, это идёт на сплочение этих отрядов, потому что отряды разрозненные, ну, в том плане, что каждый учится в своём учреждении. Они среди года встречаются на слётах, но когда они в лагере находятся 12 дней, это бесценный опыт для вот создания и сплочения детского коллектива. Поэтому у организаций вот этих детских очень большое будущее, и нам есть на чём их создавать, у нас есть этот опыт. То есть та организация, о которой мы сейчас говорим, да, Лига волонтёров, она накопила вот этот опыт для уже создания, да, каких-то мощных городских уже областных движений, в том числе и Тимуровское движение, да, которым... Да, вот оно какое-то время назад пытались его возродить, не знаю, с каким вот результатом, эффектом. Оно возрождено, оно начало свою работу, мы открыли музей Тимуровского движения на базе 154-й школы, да. То есть начало положено, уже в течение больше, чем уже практически два года эта работа продолжается. Вот вы сказали музей школы, и вот у меня мысль такая заразилась, можно ли в летнее время посетить музеи? Может быть даже, вот допустим, в 90-й школе есть замечательный сюжет, музей по Сталинграду, да, чтобы дети не только из этой школы, они уж, наверное, всё видели и знают, а из других вот посетили школьный музей других школ. Безусловно, да, такая программа существует, школы обмениваются такими своими экскурсионными программами и в течение года, а в летний период, это, конечно же, июнь, это время работы наших лагерей с дневным пребыванием детей, это как раз та экскурсионная программа, которая является, опять-таки, для родителей абсолютно бесплатной и очень полезной в плане обучения. Да, ведь у нас много чего можно посмотреть, главное организовать. Мне кажется, вот раньше было больше экскурсий, или это ошибочное какое-то представление, в такое вот советское время, как нас всё время водили и водили. Экскурсий достаточно много и сейчас, и кроме вот этих образовательных учреждений, которые там участвуют, нам помогают ещё учреждения культуры, потому что они для нас организуют всё бесплатно в летний период. Так что программы деятельности летних лагерей с дневным пребыванием очень насыщенные. То есть мы за этим тоже шлям контроль, чтобы они были насыщенные и не обременительные в плане финансовом для родителей, потому что возможности у города очень большие для этого. Да, ну тут прекрасная позитивная точка, действительно замечательная перспектива на летний отдых открывается, на нынешний. Спасибо вам за участие в программе, за такую подробную информацию об отдыхе. Спасибо вам за внимание, всего хорошего, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова